Минувший уикенд был увенчан шестым форумом молодых предпринимателей региона. Без малого полторы тысячи участников заявились на дискуссионные площадки, мастер-классы, встречи с ведущими экспертами. Однако поговорим мы не о форуме как таковом, а о тех самых молодых, да ранних, кто берет свою жизнь в свои же руки и с головой окунается в омут бизнеса. Дело это, как известно, рисковое, выплывают далеко не все. Что нужно, чтобы воплотить амбициозные планы в жизни, никому это с успехом удается, выяснил Алексей Карельский. Прошедший форум молодых предпринимателей вывел на аванс сцену как экспертов, так и начинающих бизнесменов. Открытием года, а заодно и победителем регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России» стал Федор Медведев. Плотник, столяр, станочник по образованию в 2015 году нашел применение с золотым рукам и бурной фантазии. Вместе со своей второй половинкой начал изготавливать, скажем так, нетипичную сувенирную продукцию. Блокноты с деревянными обложками, эко-светильники, железные кружки с необычной росписью. Даже принты на футболках и те сложно сочиненные. Воплощенные в них былиные сказания можно долго разглядывать. Летом мы появились в свет уже как мастерская, арт-мастерская. И уже начали, поняли действительно, что людям это нравится, люди откликаются, люди покупают. Это начало приносить какой-то доход. Потом с покупкой своего собственного оборудования мы перешли на новый уровень и уже решили, что надо регистрировать, потому что уже хочется работать на объемы. Сегодня мастерская множество – динамично растущий бизнес. Хотя вырос он, по сути, на сарафанном радио, в том числе и через соцсети. Лишь на этой неделе ребята открыли первую точку в одном из торговых центров Архангельска. Федор уверен, что затраты на нее вскоре окупятся. Самобытность сейчас в цене. Вот эти колечки Федор изготавливает из ценных пород дерева. Материалы заказывает в Москве. Вот это, например, сделано из тика. Себестоимость такого колечка – примерно 100 рублей. А продавать планируют за 500. За вычетом налогов, аренды, зарплаты продавца – чистая прибыль составит примерно 200 рублей. Минимальная же планка ежемесячной прибыли, которую обозначил для себя Федор – 250 тысяч рублей. Выходит, больше. А ведь начиналось все без инвестиций извне, лишь на собственные и то небольшие сбережения. Минимум затрат, следовательно, и риск минимален. Уверен в этом и еще один молодой предприниматель Дмитрий Попов. Я считаю, что идеальный бизнес тот, в котором нет вообще вложений. Примером может служить именно мой бизнес – это маркетинговое агентство. Мы занимаемся тем, что привлекаем для текущих бизнесов клиентов. В принципе, я начинал всего лишь с того, что у меня был ноутбук и знания определенной в голове. Все клиенты находятся в ВКонтакте, находятся в поисковых системах, просматривают сайты. И мы формируем такие инструменты, которые позволяют сделать из простого сайта продающий сайт. Дмитрий, как и Федор, в бизнес пришел с тем, что ему по душе. Программист-самоучка сначала работал фрилансером. Поворот в судьбе случился, когда он попал на проект «Ты предприниматель». Считает, что преуспеть в бизнесе может каждый, в том числе и те, у кого кроме блестящих мыслей в голове больше ничего нет. У нас на программе проходит полный цикл обучения от идеи до управления компанией. Поэтому неважно, на каком этапе сейчас находится человек. Он может иметь свою бизнес-идею, может быть совершенно без идеи. Мы говорим о творческих людях. Им необходим товарищ, партнер, я считаю. Именно для творческих людей необходим человек системы, человек продажи, который поможет этому творчеству перейти и оцифроваться в цифры, в коммерческие предложения, в бизнес-план. Еще один совет от молодого эксперта. Бизнес-идею надо протестировать. Прийти с проектом в конкретную компанию. На практике убедиться, что спрос на продукт есть. Опробовал его на потребителях и Михаил Бронский. Он, конечно, уже не попадает в категорию молодых предпринимателей, тем ценнее опыт уроженца Шенкурского района. Его именной бренд набирает популярность за пределами Архангельской области. Вот уже и по федеральному каналу показали достижения местного производителя чая. Точнее, Иван-чая. Всего месяц в году на сбор растения, особая рецептура, упаковка, расписанная вручную. Все это добавляет ценности и цены конечному продукту. Доход хороший, но разделяет его Михаил с большим количеством помощников. Мы стараемся вовлечь как можно больше людей, потому что можно произвести продукты. Это одна из проблем на селе. Они могут сделать, но они продать не смогут. Одна из причин, потому что нет объема, а другая, потому что реклама, маркетинг, продажа – это достаточно дорогое удовольствие. И этим надо профессионально заниматься. На своем сайте Михаил так и обозначил одну из задач. Чтоб ремесло не забылось, чтоб деревня жила и зарабатывала. Объединение усилий, похоже, действительно приносит результат. Недаром же самый богатый человек в истории Джон Рокфеллер говорил, деньги приходят через других людей. Найти их можно и на программе «Ты предприниматель». Местные институты развития помогут выйти с вашими идеями на потенциальных партнеров. Подскажут, куда обратиться за поддержкой, где получить необходимые навыки и знания. Было бы желание. Год назад оно возникло у 1200 северян. Больше сотни в итоге открыли собственное дело. Алексей Карельский, Ренейшин, Артем Юдин. 7 дней в регионе.